Всем привет! Сегодня на обзоре у меня довольно интересный, необычный и даже, я бы сказал, очень странный нож от компании китайской Fura Gear. Вот такой вот флипер. Нож очень интересной формы, яркий, выразительный очень дизайн, использованы классные материалы. Тут и сталь D2 на клинке, и титан на рукояти анодированный, причем в цвет, разные цвета есть. Клинок обработан, очень мне нравится как а-ля Stonewush. Такое покрытие. Классная заточка из коробки. Подшипники. Прежде чем углубиться в какие-то технические подробности и какие-то ощущения, хочу небольшую предысторию рассказать, откуда нож у меня появился. Ко мне обратился китайский магазин Gearbest и предложил взять на обзор несколько ножей. Я подумал, почему бы и нет. Интересно, какой-то необходимости у меня практической в новых ножах не было, или по крайней мере не было необходимости в тех ножах, которые они мне предлагали. Поэтому я решил выбрать следующим образом. Первый нож я взял, просто самый популярный нож по продажам на сайте Gearbest. И так у меня появился вот такой вот ножичек. И второй нож я выбрал совсем по другому принципу. Я решил взять из относительно дорогих ножей что-то с необычным дизайном, с которым я был совершенно незнаком. И я обязательно захотел, чтобы клинок был там-то. Так у меня появился вот этот ножичек от Фуры. Достаточно интересный дизайн. Очень компактный. Клиночек полностью убирается в рукоять. Как я уже говорил, очень интересные материалы. Очень мне нравится. Конечно, когда я его смотрел на сайте, мне было абсолютно непонятно, что это будет за нож. Ну, я большого, в общем-то, значения этому не придавал. Мне хотелось просто, чтобы нож был красивый. И чтобы это было что-то новое, ну, с новыми для меня ощущениями. И когда этот нож пришел ко мне, конечно, сказать, что я удивился, ну, это практически ничего не сказать. Я вообще не думал, что такие ножи бывают в принципе. Не то, что он какой-то плохой. Нет. Нож мне очень нравится. Отлично собран. Приятно флиппует. Вообще нулевые практически у него люфты во всех направлениях. Как я уже говорил, яркий дизайн. Ну и цвета тоже яркие. Присутствует вау-эффект. Я это ценю. Явно дизайнеры постарались. Либо скопировали откуда-то, либо сами придумали. В целом нож очень приятный. Держать его в руках приятно. Несколько слов скажу по конструкции. Фиксируется с помощью системы сайдлок. Видно. Пяточка скошена под углом. Упирается в сторону. Садится достаточно плотно. Очень хорошо садится. Снимать блокировку достаточно мне, например, неудобно. Здесь сняты фаски с обеих сторон. Видимо для того, чтобы сюда как-то лучше заходил палец, глубже проваливался. Но у меня это работает немножко по-другому. Эти две грани, они хоть и достаточно гладкие, но все равно в палец врезаются. Ну и так, если играться ножом долго, палец начинает болеть. Подшипники стоят. Видно, что присутствует шарик фиксирующий. Раз. механизм собран. Видите, есть осевой винт. Есть еще дополнительный штифт. Я толком не знаю, для чего он здесь используется. Видимо, какую-то дополнительную жесткость продает конструкции. Клипса. Клипса тоже из титана. Клипса не переставляется. В меру она такая жесткая. Ну даже, я бы сказал, она жесткая. Сидит на кармане ножа, в принципе, очень даже неплохо. Размеры компактные. Вес 95 грамм. Длина в закрытом состоянии 120 миллиметров. Длина в открытом состоянии 213 миллиметров. Длина клинка 93 миллиметра. Толщина ножа, если мерить без клипса, 13 миллиметров. С клипсой 17 миллиметров. Собран классно. Клиночек абсолютно, смотрите, стоит по центру. Закрывается так же, как открывается. Очень приятно. Четко фиксируется. Ход очень плавный. Я бы сказал, что собран достаточно благородно. И дальше начинаются интересные особенности конструкции. Даже не конструкции, может быть, а скорее даже общего дизайна. Толщина лезвия в обухе 4 миллиметра. То есть, очень толстый клинок. Просто лом. Ну, если посмотреть на его общий дизайн, никогда не скажешь, да, что он предназначен для тяжелых работ. Ручка это как бы такого какого-то силового хвата не обеспечивает. Насечки эти на лезвии носят скорее, ну, декоративный характер, чем какой-то прикладной. Но я бы сказал, что они, может быть, даже... Да нет, они, скорее всего, ни на что не влияют. Есть они, нет. Без разницы. И тут мы видим обух 4 миллиметра. Это странно. Еще страннее у этого ножа сведение. Сведение у клиночка очень толстое. От 0,9 до миллиметра примерно. То есть, с таким сведением ни о каком-то комфортном резе речи не идет. То есть, ну, как я себе предполагал, это такой как бы по дизайну EDC нож. Даже скорее городской, чем нож для загорода, там, для похода, для рыбалок. Именно своим дизайном таким компактным, своей лаконичностью, даже, может быть, изысканностью, какими-то дорогими материалами, он, ну, как бы намекает на такое городское использование. С другой стороны, с таким толстым сведением и с таким толстым обухом не вижу задач абсолютно в городе для такого ножа. Резать им что-то совершенно некомфортно, вплоть до того, что там яблоко, резать помидор, огурец, хлеб, колбасу. То есть, это все превращается в какое-то просто мучение или фарс. Он просто давит и ломает. Где-то за городом, я тоже не вижу применений такому ножу, наколоть щепок для костра. Может быть, использовать его как колун, да, ну, да смешно в таком дизайне, да, с такими материалами. Я буду по нему батонить, это как бы несерьезно. Достаточно долго у меня этот нож уже находится, практически год. Вот, и весь этот год он у меня вызывает такое недоумение, не понимаю я, как мне его можно было бы применить. Вплоть до того, что у меня такие мысли возникли. Может быть, когда дизайнеры делали этот нож, они его разрабатывали как нож для самообороны. Такой компактный, красивый, в городской эстетике, в изысканной, костюмный какой-то такой нож. Но, тем не менее, это нож для того, чтобы можно было как-то воткнуть ему кому-то в пузо. Не вижу больше других привидений. То есть, ну, причем, да, хулиганов таким же ножом не напугаешь. Им можно только действовать. Психическая атака тут не пройдет. Может быть, можно им что-то колоть. Кто-то в видео говорил, что это нож для колки льда. Не знаю. Реально кто-то пользуется складными ножами, чтобы поколоть лед. Если у кого-то есть мысли какие-то по тому, как можно использовать такой нож, и для чего он предназначен, прошу обязательно поделиться. Я весь в недоумениях, и для меня этот дизайн – это просто загадка. Конечно, всегда остается простое решение, что тот, кто делал нож, он немного что-то напутал, не сильно понимал, что он хочет сделать. И в результате получился вот такой вот гибрид смесь бульдога с носорогом. Но в это верить мне не хочется. Больно хорошо он сделан. Слишком для какой-то такой ошибки обидный. Подобраны материалы классно. И дизайн сам внешний мне очень нравится. И я все-таки не оставляю надежды, что смогу найти этому ножу какое-то применение. Я пробовал им делать практически все. Да, и вскрывать коробки им неудобно. Резать бумагу им неудобно. Резать продукты им неудобно. Строгать им неудобно. Лед я, правда, им не колол. Да, и как бы по биоцелям я его тоже не использовал. Ну, как охотничий он совершенно не подходит, да. А в целом вот такое вот необычное. Мне не хочется обижать этот нож и говорить, что нелепое. Но, тем не менее, боюсь, это так. Сочетание свойств. Может быть, это просто сувенирный нож какой-то. Ножен он для коллекционеров. При всем при том, что чисто внешне мне нож нравится. И играюсь я с ним с удовольствием. Каждый раз беру в руки. Он меня радует. И есть еще один такой момент в пользу того, что, возможно, этот нож сделан специально для коллекционеров. Для каких-то. Вот такой вот чехольчик идет в комплекте у ножа. Из какого-то такого войлока на кнопочке. Он настолько, этот чехол, не прикладной. Это просто такой вот защитный конвертик для хранения. Что это тоже говорит в пользу того, что, ну, может быть, никакого применения у этого ножа и нет. А только какое-то коллекционное. Может быть, это копия какого-то известного ножа. Я просто этого не знаю. И этот нож в оригинале, он очень дорогой. Его кто-то не может себе позволить купить. И поэтому китайцы сделали копию, доступную для нас. Еще раз прошу, делитесь своим мнением по поводу этого ножа. По поводу того, как его можно применить. Очень хочется его применить. Очень не хочется с ним расставаться. Но вообще я не люблю бесполезные вещи. И в конце концов, я куда-нибудь его дену. Как-нибудь от него избавлюсь, если я не начну им пользоваться. Ну, есть у этого, наверное, ножа еще срок месяцев 6. После чего он меня окончательно достанет. Тем, что он валяется без дела. И я как-нибудь от него избавлюсь. Вот такой вот нож. Нож интересный. Удивительно неприменимый для меня. Удивительно хорошо сделанный. С очень приятным дизайном. Из классных материалов. С замечательным качеством изготовления. Вот такая вот неоднозначная, интересная, оригинальная. Может быть, даже нелепая в чем-то вещь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok